Еще пару лет назад в здание Корейского колледжа ДВГУ на занятия приходили сотни студентов, а сегодня за него просят 156 миллионов рублей. А покупателям предлагают использовать этот объект под размещение коммерческих компаний или банка. Аукцион состоится уже 28 июня. Даты проведения торгов также известны и для остальных бывших университетских корпусов. За два года уже проданы семь объектов и с молотка в ближайшее время могут уйти еще девять зданий. Но судя по информации на официальном сайте аукционов, продажи недвижимости ДВФО продвигаются не очень стремительно. Видимо, не всем по карману такие большие покупки. Например, комплекс административных зданий на фуникулёре оценивается в 894 миллиона рублей. Стартовая цена объекта на Красного Знамени – 333 миллиона, на Борисенко – 165 миллионов рублей. Тем не менее, некоторые предприниматели наскребли необходимую сумму и уже с восхищением рассказывают о своих планах в социальных сетях. Мне очень приятно, что сегодня в Владивостоке нами куплен большой комплекс, который принадлежал одному из известных университетов в центре города. Примечательно, что горожане, покупая такую недвижимость, приобретают не просто имущество, но и многолетнюю историю. Профессор Юрий Иванович Лиханский уверен, что выдающимся здания делают сами люди, которые в нем учатся, живут и работают. Так, например, в корпусе на Оксаковске он провел почти 20 лет, рассказывает своим ученикам про мировую архитектуру и достояние нашего города. Я думаю, что этот объект, это как раз можно отнести к историческим памятникам. Другое дело, что нужна нам такая история, будем ли мы ее помнить. Но здесь много чего было интересно, начиная от строительства и, так сказать, повседневной жизни. Корпус «Б» на Оксаковской еще до преобразования ДВГТУ в федеральный университет и до переезда всех студентов на остров Русский ежедневно принимал около полутора тысяч учеников. Будущих архитекторов, физиков, энергетиков. Здесь же располагался и молодежный центр. Но сегодня аудитория уже совсем не похожа на учебные, а каждый этаж больше напоминает бесхозный деревенский клуб, который не ремонтировали еще с 80-х годов. Только эта площадка насчитывает 660 квадратных метров. И последние занятия здесь проходили в декабре 2014-го. То есть не прошло и больше двух лет, а спортзал выглядит так, как будто бы здесь не занимались намного дольше. А все потому, что обслуживать пустое здание слишком сложно. И сколько еще простоит без дела бывший политейновский корпус, неизвестно. Торги назначены на 26 сентября этого года, но что построят ему взамен, пока предположить никто не может. Я для себя не придумал, как можно использовать это здание не для учебных целей. Я думаю, что единственное, что можно сделать, ну не уверен, это снести и использовать землю под застройку. К слову, чем быстрее материковые корпуса разойдутся на аукционе, тем скорее для студентов на острове реализуют проект по строительству второй очереди кампуса ДВФУ. А это значит, что студенческий городок станет больше в два раза. Появятся новые гостиницы и жилье для преподавателей. Хотят построить даже церковь, дворец единоборства и многокилометровый стадион. Планируемые сроки по сдаче объектов – 2020 год. Валерия Белоус, Василий Косилов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова